Уважаемые зрители, дорогие друзья, вы на канале «Главная тема народа». Я Александр Бабылев, на связи со студией политик-экономист, депутат Госдумы 8-го созыва Михаил Делягин. Михаил Геннадьевич, рад вас приветствовать. Добрый вечер, я вас тоже. Знаете, к случаю не к случаю, что-то я вспомнил одну из самых сильных вещей Высоцкого – песню о госпитале. Зрителям первые строчки оттуда напомню. Жил я с матерью и с батей на Арбате. Здесь бы так. А теперь я в медсанбате на кровати, весь в бинтах. Что нам слава, что нам клава, медсестра и белый свет. Умер мой сосед, что справа, тот, что слева, еще нет. Я на этой песне, где лирический герой попал в обстоятельства непреодолимой силы на войну. Но я это упомянул, повторюсь, что гениальное произведение Высоцкого не для того, чтобы мостик перекинуть к военной войне, а к той войне, которая меня больше сейчас тревожит – экономической войне. Вот специальная военная операция – это точка такая поляризации мнений, точка там, где страсти кипят. Я не хочу с самого начала беседы подбрасывать полежки в этот костерок. Но скажите мне, пожалуйста, почему мои соседи, вот как в этой песне поется по моей экономической цепочке, мои смежники, и справа, и слева, вот я их наблюдаю, они того и, гляди, помрут. И им, не дождавшись даже доставки в медсанбат, просто помрут на поле боя, никогда не будут ни помянуты, ни памятников им никто не поставит. То есть я хотел вас попросить, поскольку у вас давно не было вашего такого развернутого анализа, что творится на экономическом фронте, а потом от этого анализа будем дальше понимать и людям объяснять, что делать. Вот так вот для начала можно вас попросить анализ? Никто, по-моему, не воспринимает во власти это как экономический фронт. Потому что Банк России будет продолжать чрезмерно жесткую финансовую политику, он будет продолжать вымаривание страны искусственно созданным денежным голодом. Господа Биульна сейчас, значит, гастролирует по Госдуме, будет до четверга этим заниматься, когда ее переводят, и представители Банка России делают то же самое. Ну вот в пятницу одного из них спросили, дорогой товарищ, а вот вообще у нас все изменилось? Вы там денежно-кредитную политику менять не собираетесь, которую мы вам утвердили на 22-й год? И человек на головом глазу говорит, а зачем менять? А что, что-то изменилось? Ну смотрите, законы же о Банке России не изменились? Не изменились. Значит, наши цели остались прежними. Но если цели остались прежними, что менять-то? Ну будет достигнута эта цель в 24-м году, а не в 20-м. Ну и что, это не критично. Я сегодня на Биурину спрашиваю, уважаемая многим госпожа, а вот для того, чтобы делать дешевый кредит, чтобы можно было развиваться в стране, нужно ограничить финансовые спекуляции. Потому что она сама говорила, что дешевый кредит невозможен, потому что все деньги придут на валютный рынок. Окей, финансовые спекуляции ограничены, включая валютный рынок. Предельно жестко. Так вы не хотите процентной ставки снизить по кредиту? Серьезно, чтобы кредит был дешевый, но если не бесплатный. Чтобы он был доступен для всех. Чтобы он не был выше рентабельности, так сказать, основной части промышленности. Человек на меня смотрит, но если перевести с бюрократического языка на русский, и говорит, подождите, какой дешевый кредит? Может, только что повысили процентную ставку? Какой дешевый кредит? Без дешевого кредита никакого развития не будет, никакой нормализации не будет по определению. Правительство там штопает какие-то дырки, пытается что-то компенсировать. А вот сегодня, завтра будем принимать закон о поддержке внутренних инвестиций. Какие внутренние инвестиции в реальный сектор? При, прости господи, 17% годовых у Банка России и 30% в реальном секторе. Ну, о чем здесь можно говорить? Люди, которые считают, что все в порядке. И что толком не поменялось? Ну, украли у нас 300 миллиардов, но еще сколько-то миллиардов осталось. Хорошо. Как там товарищ Песков сказал или кто там еще? «Наша главная задача – не создать неудобств для тех, кто нас убивает». Расшифруйте, пожалуйста. Я прямо не слышал такой цитаты. Прямо такой цитаты нет. Он сказал, что задача – не создать неудобств для западных партнеров. Как он там их вызвал, не знаю. Было такое сказано. А эти самые, которые наши, прости господи, дипломатии, бюрократии, они хотят создавать неудобства, они четко фиксируют. Наша задача – уничтожить Россию. Точно. Эти люди не понимают, где они находятся, что они делают, зачем они делают. Кто-то устроил эту военную спецоперацию. Ну, миле и миле твоя неделя. Вот у нас есть наши кусочки. Вот мы в наших кусочках будем делать все по-прежнему. А можно я тут в Клине сдам новостной пункт Набиулина? Вы сказали о гастроли госпожи председателя ЦБ в Госдуме. Нет, ну, на самом деле, это не гастроли, потому что ей положено пройти определенное количество комитетов перед тем, как предназначить со всеми фракциями и так далее. Да, да, да. Я об этом и хотел сказать. И она там, присутствие на каком-то из этих комитетов по новостным источникам прошло. Она заявила, цитирую, Российская экономика войдет в период активной структурной трансформации. Санкции коснулись финансового сектора в первую очередь. Во втором и третьем квартале они станут заметны в реальном секторе. Начнут влиять ограничения, связанные с экспортом, импортом и логистикой. Михаил Геннадьевич, достал меня этот птичь язык. Активная трансформация. Как будто это что-то хорошее. Ну, то есть, вот в переводе на обычный человеческий это значит, что начнутся у нас проблемы. Причем это заявление делается одновременно с заявлением Путина о том, что у нас стабилизировалась экономика. И что дальше? Вот Набиуллина, там эти профильные министры. У нас что, такой экономический гидромедцентр, что ли? Вот они нам говорят, вот будет хреновая погода. Мы счастливы. Дальше что? Дальше что, Михаил Геннадьевич? Вы, простите, ну, по-моему, мне такое ощущение, что последние 9 лет вы живете в России. 8,5 лет. Последние 56, Михаил Геннадьевич. В конце 13-го года, свежедназначенная госпожа Набиуллина заявила, что Бланк России не будет исполнять своих конституционных обязанностей по стабильности национальной валюты. Ну, не будет. Ну, зачем? Рынки не поверили, потому что это какая-то околесится и бред. А после этого ее первая замша, госпожа Юдаева, специально сделала очень большое интервью, где объясняла, что курс рубля будет зависеть от всего, от чего угодно. От американцев, от европейцев, от исламских террористов будет зависеть. Я же, по-моему, от изменений климата будет зависеть. Он не будет зависеть только от политики Банка России, потому что Банк России в это вмешиваться не будет. И вот после этого интервью у нас в январе месяце при нефти 105 долларов Януковича, который с нами тогда усердно интегрировался, вот тут у нас началось и падение курса рубля, и бегство капитала, и падение фондового рынка. Рынки поверили. Они работают синоптиками 8,5 лет. И они за это получают награды, ордена, повышения и так далее. Хотя не хотели на все остальное, с моей точки зрения. А вот говорят о наезде, а на вас в связи с критикой ЦБ, это правда, частично правда. Как сейчас дело обстоит? Я не могу оценить события, потому что это может быть совпадение сов, как говорил Тимофей Фрисовский. Но когда я своим друзьям в Баку позвонил и спросил, ребята, что такое, у вас там, ваше государство не умеет пользоваться переводчиками, если не по-русски, мне сказали, слушай, дорогой, у нас русский язык лучше, чем у тебя, нас попросили. И то, что по выдуманным обвинениям в мой адрес, за слова, которые не то, что не я, никто и никогда не произносил, но мне эти слова приписали украинские, так сказать, отморозки, и после этого азербайджанское государство на основании этого объявило меня в Интерпол, во всемирный розыск. То есть это связанные вещи, да? Ну, как мне объяснили, с точки, ну, это может быть опять-таки, понимаете, это может быть ошибка. У меня в Баку тоже на самом верху, так сказать. А они сказали, что говорят, говорят, что это был акт укрепления двусторонних российско-азербайджанских отношений. Нас попросили. Ты там на Набиулину наезжаешь, ты там выражаешь недовольство политикой Российской Федерации, там, людей импотентными мазохистами зовешь. Ну, так, что ты хочешь-то? Нас попросили, мы, так сказать, укрепили двусторонние отношения. Ты здесь при чем? Ты что, дергаешься? Мы здесь вообще ни при чем. Второй, второй, значит, стоял пикетик. Есть такой, есть такой авангард единой России. Нот называется, национально-свободительное движение. Типа, пшел Вадилягин, пшел вон из Думы, нам здесь проамериканские политики не нужны. Я звоню, спрашиваю, дорогие товарищи, правда проамериканские политики? Какие-какие? Проамериканские? Дилягин проамериканские? Проамериканские, да-да. Ну, понимаете, если вы любите Российскую Федерацию, не-не, если вы любите Российскую Федерацию, если вы защищаете население Российской Федерации, ну, понятно, что вы американский шпион. Ну, как иначе вы могли попасть в российскую нынешнюю власть, если вы защищаете людей, пытаетесь им помочь, если вы не американский шпион. Ну, кто вас туда пустит? Понятно, что это из Вашингтона или из Лондона, или, так сказать, я не знаю, из Израиля на худой конец. И мне тоже стало интересно, что-что? Ну, вот, так сказать, тоже передавали братский привет. Ну, не из Ноды, естественно, из мест поближе, так сказать, к Старой площади. Может быть, неправда. Может быть. Ну, посмотрим. Что-то не идет у меня эта песенка из головы. Помните, там еще, точно не вспомню сейчас, к сожалению, если бы я не был калекой и спускался с койки вниз, я тому, который слева, просто горло перегрыз. Вот что-то как-то у нас так, знаете, такая легкая гражданская война разгорается. И, кстати, а вот между экономическими... Я не очень понял, а что значит разгорается? Что значит назначение Набиуэна? Набиуэна является символом определенной политики. То есть ее можно было бы уволить на другое место поставить, такого же никаких проблем нет. Но Набиуэна является символом определенной политики, символом вымаривания страны искусственно созданным денежным голодом. И когда ее переназначают, после всех этих потерь, в 2014 году минус 120 с лишним миллиардов долларов международных резервов, было спущено на Запад, сейчас 300 с чем-то заморожено. В прошлом году, правда, не 600 тонн золота было вывезено, раза в полтора меньше, говорят, но все равно было вывезено, потому что ей захотелось, потому что она приняла такое решение. А с чем нам золото, пусть будут доллары и евро. Здесь у нее есть своя логика в ее действиях. Если мы исходим из того, что Россия не должна развиваться, ее действие предельно строго логично. Если мы исходим из того, что мы служим финансовым спекулянтам, она молодец, все делает правильно, но она стала символом политики. Никто, ни одно государство не может воевать на два фронта одновременно. Государство не может воевать одновременно с украинскими фашистами и с собственным народом. Но переназначение Набиулиной, с моей точки зрения, мне, по крайней мере, показывает, что государство считает, что фронт с собственным народом – это главный фронт, это главная задача, что эта война будет продолжаться. Ну, а с украинскими фашистами там как получится. Вчера вечером вроде началось наступление, как говорят наши патриотические блогеры, посмотрим, как пойдет, но главное здесь. При том, что текущие данные Росстата основаны на данных ЗАГСов. Вот столько родилось, столько умерло. Данные ЗАГСов, ну, вроде не фальсифицированы, сложные фальсифицированы. Но, тем не менее, данные переписи будут признаны главными и можно сокращать население дальше. Так что переназначение Набиулиной – это не акт экономической политики. Можно было бы, повторюсь, такого же либерала поставить или еще хуже. Это демонстрация населению, что, ребята, вы наш главный враг, мы вас будем давить и истреблять. Это фундаментальная позиция. Поэтому я и говорю, что назначение Набиулиной – это в 2013 году была социально-экономическая катастрофа. А сейчас это будет катастрофа морально-политическая. Вы знаете, слово в слово, то, что вы говорите, говорил Владимир Николаевич Баглаев у меня на канале. Я вам присылал этот ролик, но не знаю, было ли у вас время его посмотреть. Не, я не смотрел. А кто он? Это директор Череповецкого литейно-механического завода. Ну, это из когорты моих друзей из партии «Дело». Он говорил о том, что то, о чем говорил Набиулина, логистика, импорт – это все факторы такого немножечко отложенного порядка. А вот что начнет действовать непосредственно на экономику на горизонте ближайших недель – это вот эта ставочка ЦБ. Сначала 20%, потом 17%. Ну, полегче. Без разницы. Без разницы, абсолютно. То есть, на рентабельность 7%, если не брать там экспорт зерна и прочее. Ну и что? Предыдущими усилиями, значит, экономического блока наше предприятие лишены оборотных средств. Не возникает такая вилочка, что не кредитоваться они не могут по причине отсутствия этих оборотных средств. А кредитоваться по такой ставке, ну, вы сами понимаете, то есть, в течение нескольких недель там на счета предприятий повиснут картотеки. И это нам не гость Дев придумал. Да? Ну вот. А я спрашивал Банк России, дорогие друзья, а нет ли там проблем с расчетами, чтобы там картотеку пришлось бы вывозить? Знаете, что мне ответили? Дорогой товарищ, у банковской системы России с ликвидностью все хорошо. А этого никакой картотеки не будет. Мысль о том, что кроме банков строя есть какой-то реальный сектор, какие-то предприятия, и те господа с Банка России, она глубоко им чужда. Они вообще... Общение мыслит в этих категориях. Общение мыслит. Причем большинство предприятий не сможет взять кредит, потому что они попадают под ограничения. Дальше существуют нормативы рисков, которые просто запрещают обычному банку кредитовать обычный реальный сектор. Да, и залогов нет. Они уж кредитованы и перекредитованы, Михаил Геннадьевич. Но у некоторых тех, кто взял кредиты, плавающая ставочка. А для плавающей ставочки у нас специальный адаптационный приняли закончик, по-моему, о том, что вот мы будем плавно повышать. Первый месяц, там, по-моему, 12,5%, и так до 16,5%. Но как вы будете платить 12,5% при рентабельности, например, 10%? Как вы их заплатите? Вы сдохнете. Причем, понимаете, вы даже, как бы, ну, можно было обсуждать, что вот банк станет хозяином предприятия, вот будет финансово-промышленная группа. Но мы это проходили все в конце 90-х еще. Банку не нужно предприятию, его другой бизнес. Ему неохота с этим возиться, поэтому предприятие будет продано на металлолом. Ну, сейчас, да, сейчас введен мораторий банкротств по требованию клиента. Аж, по-моему, до ноября месяца. Ну, вот, ноябрь месяц кончится, и кончится российская промышленность. Предугадывайте мой вопрос. Я вот хотел спросить, вот этот вот первоапрельский такой подарок на реальному сектору, он вообще предотвратит гражданскую войну между экономическими субъектами. То есть вот сейчас же понятно, что могут просто чередой пойти иски экономических партнеров друг к другу, что вообще ситуацию дополнительно парализует. То есть вот дан сигнал, банкротить не дадим. А есть ли у меня задолженности по налогам, меня будут банкротить или нет? А налоговая может быть признана не кредитором или не тем кредитором. В общем, налоговая у вас банкротить будет, я думаю. Это очень приятно. Это же налоговая. Она же налоговая. У многих предприятий задолженности по налогам, вот по этим кадастрам за землю промназначения, за здания и сооружения, которыми не пользуются. То есть налоговая их банкротить сможет. Нет. Здесь может быть какое-то исключение, выпишут. Может быть. Может быть. Но налоговая будет признана кредитором? Хороший вопрос. Вроде бы формально, да. Но она же вас не кредитовала, кредит не дала. Конечно, она кредитор. Если запаздываешь с уплатой налогов, она тебе выписывает пение там по кредитной ставке. То есть это формально прямо вот кредитор кредитором. Не знаю. Все формальные признаны. Она формально-юридически кредитором считается? Вряд ли. Михаил Геннадьевич, вы законодатель, вам виднее. Я тоже думаю, что... Я не являюсь налоговым юристом, но я думаю, что если кто-то должен налоговый, то на этом его права заканчиваются. Просто заканчиваются. Но даже если предположить, что налоговый не будет банкротить, ну, по каким-то причинам, совесть проснется в каком-нибудь искусственном интеллекте, допустим, или действительно его признают кредитором в смысле именно этого закона, а не в смысле всех остальных законов, все равно будут проблемы, не платежи, я думаю, уже пошли. А давайте уточним этот вопрос и в следующем эфире, потому что нас мимо и коллеги предприниматели смотрят. Вот этот вопрос... А вы понимаете, а вы понимаете, что уточнение бессмысленное? Потому что пока не издало соответствующее постановление, каждая налоговая и каждый судья будет трактовать это по-своему. С неплатежами что делать? Вы когда работали у Мусликова, это первое, с чем столкнулся кабинет, и после того, как эту проблему расшили... Неплатежи решаются двумя способами. Первое, дается денежная масса для расчетов, увеличивается денежная масса, при этом резко ограничивается финансовая спекуляция. И второе, вводится картотеку. То есть, на такую-то дату мы осуществляем текущие расчеты, прежде всего. Если мы осуществляем текущие расчеты, все, и, так сказать, расходы на поддержание производства. Вот если у нас что-нибудь после этого остается, мы выплачиваем долги прошлых лет с картотеки. Не остается, не выплачиваем. Я специально про этот механизм спрашивал представители Банка России. Они мне, честно глядя в глаза, ответили, родной, у банков с ликвидностью все хорошо. Откуда проблема? Какие проблемы у реального сектора, когда у банков с ликвидностью все в порядке? Да, ну и... У Сбербанка чистая прибыль за триллион, ну как? У вас могут быть какие-то проблемы с деньгами, когда у Сбербанка все в порядке? Ну а чего? Это уровень сегодняшнего управления. Мы же понимаем, что триллион из реального сектора. Значит, на столько же... У вас нет денег именно потому, что у банков с ликвидностью все хорошо, это ликвидность из вас высоса. Но для того, чтобы это понимать, нужно быть, ну хоть маломальски вменяем. Поэтому я совершенно не удивляюсь, когда меня обвиняют в том, что я американский шпион на том основании, что я плохо говорю по-английски, и там когда-то там с кем-то общался и как исследователь проблем глобализации имею запаздных знакомых ученых. Все, да? Вот для первобытного мышления, которое сейчас правит нами, этого достаточно. Это же не одна единая Россия такая. Михаил Геннадьевич, вот я тут старательно перед нашей с вами беседой выписывал экспертное мнение о возможных экономических сценариях, по которым пойдет дело. Можно я вам буду их последовательно докладывать, а вы их будете комментировать, вероятно, невероятно, а потом все-таки вот по итогам рассмотрения давайте какую-то черту подведем и какой-нибудь образ будущего нарисуем, как должно быть, да? Вот главтемовский слоган. Значит, первый пункт. Это наиболее часто упоминаемый сценарий скатывания в архаику и деградации в условиях внешних ограничений и внутренней безучастности к происходящему, о чем мы только что с вами сейчас говорили, посвятили всю первую часть беседы. Вероятный сценарий? Ноль. Ноль. Потому что скатывание в архаику предусматривает отсутствие агрессивного внешнего воздействия. Оно есть, оно главное. Скатывание в архаику могли бы скатиться в архаику, если бы не было бы Запада. Если бы Запад стоял бы на своих границах и скрежетал бы зубами. Но для этого Российская Федерация должна быть готова к отпору. То есть это возможно, если это Северная Корея, грубо говоря. Как вы думаете, наше правительство в Северной Корее сколько времени на свободе бы прожило с таким отношением граждан? Послушайте, но ведь абсолютно понятно, Юрий Юрьевич Болдырев об этом недавно говорил, что если мы вообще хотим остаться геополитическим игроком, неважно в этой политической конфигурации или в следующем политическом цикле, кому еще непонятно, Михаил Геннадьевич, что для этого нужна экономика, промышленность, наука, образование, здравоохранение. Все то, о чем мы с вами на главтеме талдычим уже два года. Все, что вы перечислили, целенаправленно уничтожается российским государством на протяжении последних 35 лет, причем годика этак, наверное, с 2005-го с ускорением. Это у меня встречный вопрос. А кому в этом государстве хочется быть геополитическим игроком и зачем? Понимаете, ведь это же позиция, что наша главная задача не создавать неудобства для тем, кто нас убивает. Я ее там полемически заострил и, так сказать, кристаллизировал. Но смысл всей политики в этом. Мы же, извиняюсь, газ по территории Украины качаем не на Кубу и не в Китай. Мы качаем это тем самым странам, которые украли у нас 300 миллиардов долларов только что. и даже не пытаемся свои деньги вернуть. Мы же транзит этой прокачки. Извините. Украсть выручку экспортную. Я вот не понимаю. Что им мешает? При всем, при том, что у ЦБ заморожены счета, на которых находятся валютные резервы. А что мешает партнерам, уважаемым, красти экспортную выручку тоже? арестовывать ее? Нас тут, понимаете, наш президент Владимир Владимирович Путин, еще верховный главокомандующий, посетовало на днеху, что очень неаккуратно наши партнеры перечисляют в Россию валюту. Мы им сырье гоним, а они с нами и расплачиваются. Ну, неаккуратно расплачиваются. Понимаете? А, простите, а это, по-моему, то самое называется, что вы сказали. Еще раз вернемся к промышленности и к реальному сектору. Кому еще непонятно, что ВПК, да, это просто необходимый элемент для того, чтобы быть геополитическим игроком? Простите, повторюсь, а зачем этим людям быть геополитическими игроками? Зачем? Но если человек считает Урганта патриотом, зачем ему быть геополитическим игроком? Он всю страну продаст задачку где-нибудь в Юрмале, и все. И будет там жить, пока его на кол не пасают. Вот мы сейчас упрямо продолжаем гнуть свое линию. Со своими полутора-двумя процентами от мирового ВВП противостоим Альянсу. Ну, так получилось, мы ему противостоим. Мы с вами об этом говорили. Я говорил, что это все, конечно, как-то сказать, выглядит не очень подготовленным. Вот, противостоим Альянсу с 40 процентами ВВП. Про структуру этого ВВП я вообще молчу. Какая структура у нас, какая структура у них. И про нашу тотальную импортозависимость я тоже молчу. Надо кому-то три попытки, чтобы понять, что делать сейчас вот в этой ситуации? Или все достаточно очевидно? Вот, на ваш взгляд? Нет, на мой взгляд все очень просто. Сопоставление ВВП значит крайне мало. Потому что я просто напомню историю. Когда товарищ Трамп подогнал три авианосных группы к берегам Северной Кореи, которые не со всякой лупы разглядишь. 28 миллионов человек населения. Или сколько-то там. по уровню нищеты там все плохо. И что? Но поскольку северокорейское руководство было готово защищать свою страну? Было готово. Трамп как наехал, так и отъехал. И потом долго рассказывал, какой клевый чувак руководитель Северной Кореи. А если вы готовы вылизывать любую филейную часть, которая на вас свешивается, простите, а какая разница сколько у вас ВВП и сколько у вас ракет, если вы ведете себя как пустое место? С 11-го года российское руководство, когда против нас начали санкционную войну, превращают Россию в коврик для вытирания ног и ворну для плевков. Ну, так будут относиться. Если вы себя не защищаете, то вы покойник. И неважно, сколько ВВП у вас, а сколько ВВП у ваших врагов. Если вас в подворотне встретят гопники, у вас точно будет больше денег, чем у них. Если вы не будете себя защищать, это очень ненадолго. Так, мы этот момент поняли. Вариант второй, который может быть, Александр Александрович Аузан предположил, что он вероятен. Это НЭП 2.0. Это социолог, работающий деканом экономического факультета? Ну, уже забавно. Излагая, то есть близко к версии Сан Саныча. Жесткий политический режим, малый и средний бизнес, наволив вампаса, то есть не трогаем вообще, не надо помогать, просто не трогайте. И госрегулирование крупных секторов. Так может быть в текущей политической конфигурации? Вероятен такой сценарий? Это возможно, если предположить, что нынешнее государство начнет защищать свой народ. Это возможно, если мы скажем, за полустоять. Это возможно, если мы отключим Европе сырье, получим деньги у нас украденные, получим там все, что мы захотим, и потом подумаем, включать ли сырье обратно. Вопрос. Вот тогда это, в принципе, возможно. Но для этого нужно, чтобы страной управляли люди, которые служат России. Я пока, честно говоря, не вижу особых признаков социально-экономической политики такого. Ну, просто не вижу. Идем дальше. Третий пункт, я по буквам их нумерую В, и как раз на букву В, это третий вариант начинается. Военный коммунизм, карточки Госплан. Обсуждается эта тема. Кем? Кем? В паблике? Кем? Экспертами. Не привожу их фамилии, чтобы они не попали под уничтожающий огонь вашей критики. Коммунизм какой? Откуда? Откуда у олигархов может быть коммунизм? Пусть даже военный. Карточки, да и без проблем, только карточки оттовариваться не будут. Карточки требуют минимизации коррупции. Госплан, ну, зашибись, конечно, это что, это, прости господи, к Абрамовичу придет какой-нибудь инженер и будет ему объяснять, что вот это вот делать не надо, а это делать надо. Понятно. Слушайте, ну ладно, откуда? Откуда? У нас выступает министр экономического, прости господи, развития. Два тезиса. Первый, никакой мобилизации. Нельзя никакой. Мобилизация это нельзя. При советской власти попробовали очень плохо. Не-не-не-не-не-не. Мобилизационной экономикой нельзя. Причем он даже не понимает, о чем идет речь, но он знает, что никакое усилие для нужд страны недопустимо. Хорошо, управленческая имеют. Хорошо, прекрасно. Следующий тезис. И вообще никаких экспериментов собственности. Вот у нас собственность воруют, у нас собственность отнимают, а мы не имеем права отвечать, потому что пару лет назад попробовали что-то с арендой, как это не срослось. Не-не-не. Вот у нас пусть воруют, а мы конфисковывать ничего не будем. И права интеллектуальной собственности Запада не будем ограничивать. пусть они нас грабят, как грабили. Это рыночная экономика. Какой военный коммунизм? Вы о чем? При таком уровне мозга? Вариант Г тоже почти совпадает. Государство, да, государство это экономику. Сейчас госсектор это 60% ФВП, насколько мне известно, доведем до 100%. Кто считал? Госсектор раньше было 70%, но это считалось, что если на предприятии полпроцента капитала принадлежит государству, это уже 100% на государственное предприятие. Это фальшак из высшей школы экономики, если я правильно понял. Обычный либеральный бред. Зачем вы опираетесь на фальсифицированные данные? Я вам версии предлагаю. Я себе пометил. О государственной экономике, простите, у нас есть государственный Сбербанк, который все 8 лет игнорирует Крым. проводя по сути дела украинскую политику по отношению к Крыму. Формально он государственный. В реальности он чей? У нас есть государственный Газпром, который сейчас качает газ через Украину, выплачивая, как я могу предположить, валюту за прокачку. Это государственная компания? Государственная компания. Ну и что даст 100% государственное в этом стиле? Ну, будет 100% государственная собственность, только управляться оно все равно будет англичанами и американцами или в их интересах. Следующий вопрос. А что будут делать с офшорами? Я предлагал вернуть офшору в Россию под страхом конфискации. Надо было видеть эти лица, эти глаза. Если бы я превратился в инопланетянин в монстра, реакция была бы более мягкой. Наконец, самое главное, для того, чтобы проводился государственный, должно быть государство. Видите, государство это не совокупность начальников с их секретаршем, это другое. Это листата Макеавели и 16 век, почитайте. Для блатного феодализма это, извините, слишком сложно. Нечаянно может получиться. Нечаянно. ВТБ. Мне позавчера рассказывали. Кредит ВТБ, потребительский кредит на 3 года 4 миллиона. Не помню, сколько процентов годовых. Много. 20 процентов годовых уже после снижения. Там все очень хорошо, очень комфортно. 600 тысяч рублей. Страховка жизни. Страховка жизни. Выплата вперед. Пересчитаем процент, да, что там из 20 процентов получается. Но если считать с тем, что сначала выплачиваются проценты, а уже потом тело долго, там 35 вылетает. Это вот это государство имеется в виду, прости господи. Мне на мой телефон пришла реклама от ВТБ с предложением получить карточку МИР кредитную с кредитным лимитом миллион по 30 процентов годовых. Жалко, жалко, что ответить на это смс было нельзя. А веревку с мылом банк ВТБ обещает вам прислать вместе с карточкой МИР и кредитом по 30 процентов годовых? Или вы должны будете с кредитом веревку и мыло покупать? Как бы со своим приходить? При таком государстве, пожалуйста, может быть, о государствении не 100 процентов, может быть, о государствении 146 процентов. И что? И что изменится? Все равно будет Греб, все равно будет Миллер. Последний пункт и будем подводить итог. Вернее, попытаемся нарисовать образ будущего. Снятие санкций политическими методами, возврат глобальной производственной цепочки, но с креном развития производства. Здесь, знаете, я, кстати, это не совсем безумный вариант, мне кажется. Я могу вспомнить Сергея Юрьевича Витте, который в пятом году, в 905-м подписал мирный портсманский договор. Напомню зрителям, при каких водах. Япония требовала передачи Сахалина и уплаты полной контрибуции за потери в войне, но вот как-то удалось этого избежать. Как вам такой вариант? Ну, знаете, как мне объяснил один очень серьезный японец, вернее, несколько мне намекали на эту тему, вдруг один объяснил, а ту войну Япония не выиграла, ту войну Россия проиграла. Если бы граф Витте продержался бы еще пару месяцев с мирными переговорами, в Японии была бы революция, в Японии, а не в России была бы революция, ее бы не было, потому что Япония перенапряглась на этой войне, в отличие от Российской империи. Так что Япония была нужна, чтобы Россия моргнула первой, и руками предателей, вроде девида, она моргнула. А что касается сегодняшней ситуации, простите, немножко другая история, немножко другая история, Запад не перенапрягся, у него проблемы, на самом деле мы используемся для маскировки их проблем. Это же правда, говорит наша пропаганда, что мы-то не отвечаем, и все истерики о том, что рост цен на Западе это из-за России, это бред собачий. Это бред, это пропаганда, это больной головы на здоровье, но у Запада есть проблемы, но он собирается решать эти проблемы уничтожением нас. Задача Японии уничтожения России не входила, и нужно было самой уцелеть. Да, да, там Дальний Восток делили Китай. Она была заинтересована в мире, а как там Запад заинтересован в мире с нами? У нас в государстве нет людей, как я понимаю, по крайней мере в социально-экономическом блоке, которые способны вообще воспринимать реальность. Они сначала пишут на птичьем языке бред, а потом в этом бреде теряются и начинают в нем блуждать. Так что, знаете, все ваши варианты мне представляются, вот скажем так, крайне маловероятными. Ну, а если бы будущее зависело от нас с вами, ну, варианты не мои, я вам их просто доложил, еще раз подчеркиваю, друзья, я как-то так, у меня свое мнение есть по поводу каждого из них, но Михаил Геннадьевич тут, конечно, более значимый, его мнение более значимое как эксперта. Вот образ будущего, давайте, чтобы в конструктив выводить, вот допустим, нет ограничений, просто вот, ну, такой конструктор сообразим, что бы это должно было быть, вот как действовать, у вас же есть такой позитивный опыт работы помощника Маслякова. Вы это делали руками, то есть, это не то, чтобы чистая фантазия, вот просто по пункту. Да, я один из двух авторов программы стабилизации России после Дефолта, только знаете, после прихода Пимакова класса через полтора месяца все уже работало, уже все решения были приняты, а здесь мысль о том, что можно принимать какие-то системные решения, она же никому в голову не приходит, они понятия не имеют, что можно вводить правила, которые динам для всей экономики. Они занимаются кусочным разрывом штопаньями, причем одну проблему решают, другую порождают. Разрешили людям продавать золотые слитки без НДС, тем же самым законом ликвидировали малый и средний бизнес в ювелирной промышленности, в ювелирной торговой. Ну, с 1 января следующего года бизнес-то сегодня закрывается, бизнесмен-то сегодня понимает, что их не будет. Им отменили налоговые льготы в интересах офшорных компаний. Потому что офшорные компании, крупные, серьезные, хотят зачистить поляну, ликвидировать местных производителей и, соответственно, местных торгов. Зачем? Зачем России десятки тысяч рабочих есть? Это глупость. Зачем они нужны? Вот. Так что, если исходить из того, что делать, то есть, это с первого дня было ясно, и сейчас-то ясно, ничего не меняется, пока есть виды сырья, которые Запад не может заменить. Мы эти виды сырья должны прекратить поставлять на Запад в один день. У нас форс-мажорная обстоятельность. Санкции – это форс-мажор. Заморозка ресурсов – это финансовый аналог применения атомного оружия – это форс-мажор. И пару дней не брать трубку. Без санкции ООН, я, кстати, хочу добавить, этого никто не ожидал. Вообще, санкции Запада, они оказались сюрпризом для самого Запада, потому что тут вообще какая-то, вы знаете, меня вот что беспокоит, что как-то вот нет удержи, да, уже понятно, что давно пора остановиться. А многие эксперты говорят, что очень дальше… Это кому понятно и почему? Кому понятно и почему? Здравомыслящим людям, Михаил Геннадьевич. Я не хочу фамилии называть. Все увидели здравомыслящих людей в руководстве, какой бы то ни было странно. Товарищ Байл у нас здравомыслящий, который тень Адольфа Гитлера руку пожимает. Кто? Набиолин у нас здравомыслящий? Силуанов у нас здравомыслящий. У нас неиспользуемые остатки средств на счетах федерального бюджета 20 триллионов рублей. Из них заморожено знаете сколько? Пять. Меньше пяти. 15 триллионов рублей. Берите, используйте, работайте. По-моему, это равно годовой доходной части бюджета Российской Федерации. Нет, годовая доходная часть бюджета этого года 25 триллионов, но все равно это достаточно. Ну, несколько лет назад была пятнашка доходной части. Несколько лет назад, да, это достаточно, чтобы заново построить страну. Никаких проблем. Только зачем строить, когда можно пилить? Функционал другой. Где вы видели здравомыслящий? Ну, где-то, наверное, видели здравомыслящий. Шойгу может здравомыслящий. Представители МИДа, которые говорят, называют недопустимым защиту российских братов. Слово такое спать, недопустимо. Ребята, классно. Страной не ошиблись, господа. Михаил Геннадьевич, давайте в позитив. Тяжелое очень впечатление. А, где позитив-то? Ну, вот государство... План, 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 скажите, куда, куда идти? Если не брать, если не брать политику за, государство должно сделать три вещи. Первое. Дешевый кредит для развития. Но для этого нужно ограничить финансовые спекуляции. Только они уже ограничены, простите. То есть, если сегодня сделать процентную ставку 1%, и выдавать кредиты по 2%, хорошо, олигархам по 3,5%. Ну, дополнительные ограничения нужно будет ввести с гулькин нос на финансовых спекулятивных рынках. По чуть-чуть. Второе. Ограничение производства монополии. Чтобы цены снизить. Ну, на 20% цены снизятся, если ограничить производство монополии сейчас. А нам рассказывают. Вы знаете, импорт прекратился, импорт ограничен. Поэтому у нас предложение неэластично по спросу. Но невозможно же что-то производить самим. А если мы блокируем любое производство, тогда действительно в условиях ограничения импорта откуда взять товар? Ниоткуда. Ниоткуда их взять. Это я вам цитирую представителей Банка России про неэластичность по спросу в условиях ограничения импорта. Мысль ограничить произвол монополии вообще никому в голову не приходит. Ну, как же так? Как мне один сказал в свое время. Но если ты ограничишь меня как монополиста, я не смогу завышать цену. Ну, ладно. А чем я тебе взять, это платить буду? Тебе, государству. Это было лет 12 назад сказано. С каждым днем все... А напомните, пожалуйста, вы мне как-то сейчас на беседе рассказывали, как Примаков разобрался с монополистами. Примаков разобрался с естественными монополиями, там все было очень просто. Пришли к нему три богатыря, Чубай с РАОЕС России, Аксененко, Министерство путей, сообщения нынешней РЖД и Вяхерев Газпром. Сказали, что нужно повысить тарифы в полтора раза, потому что девальвация, издержки и все остальное. Евгений Максимович Примаков мало чего понимал в экономике, но он хорошо понимал в людях. Я их посмотрел, говорю, знаете, ребят, я понимаю, я вам верю, но поймите, мы не можем повышать тарифы в два раза, нам не поверить. Мы должны повысить тарифы сразу и надолго. Вот вы говорите в полтора раза. А может быть, в полтора раза вам мало. Может быть, вам, Анатолий Борисович, нужны 55%. А вам, Николай Емельянович, на 57%. А вам, Роман Емельянович, может, надо на 60%. Вы же не можете сначала в полтора раза повысить, а потом проценты добирать. Это же неправильно будет. Давайте, так, мы месяцок подождем. Этот месяцок быстренько проведем аудит ваших расходов. Надо будет на 50% повысить. Надо будет на 60% повысить. Надо будет на 70% повысить. Надо посчитать. Спасибо, дорогие товарищи. Товарищи вышли в приемную, молча посмотрели друг на друга. Никто, никто, они не сказали друг другу ни одного слова. Чубайс, как самый, так сказать, умный, решительный, развернулся, пошел обратно. За ним пошли двое остальных. Сказали они Примакову, Евгений Максимович, мы патриоты, мы тут подумали, мы обойдемся без повышения тарифов. Не надо аудит. И цены, тарифы после этого не двигались аж до 2002 года. Вот. А это дело было в конце 98-го. Это в ноябре, в октябре, где-то там. Это должно быть символическое действие, которое можно реализовать мгновенно. По-хорошему, конечно, нужно гарантирование права на жизнь. То есть гарантированный прожиточный минимум. Я напомню, что у нас огромное количество пенсионеров имеют пенсию на треть ниже прожиточного минимума. Я напомню, что у нас право на жизнь гарантированно формально только пенсионерам, на самом деле, двум третям. И, ну, не двум третям, там, не всем. Потому что, если человек был слишком беден, или там архив сгорел, или он не работал, то он получает, или ему просто трудовой стаж не засчитали, в таких случаях произволов очень много, то он получает нетрудовую пенсию, так называемую, социальную, на треть ниже прожиточного минимума. Студенты не считаются людьми занятыми, неполные рабочие деяния считаются людьми, ну, и хозяйки, ну, и все остальные. Неважно. Дети, кстати говоря, тоже не считаются людьми. Там им периодически подбрасывают с барского плеча, но именно подбрасывают. То есть, прожиточный минимум должен быть гарантирован каждому. Конституция, мне уже стыдно про это говорить, я все жду, когда меня начнут бить по 31 числу, как людям, которые до меня читали эту Конституцию. Там есть право на жизнь. Но право на жизнь это гарантированный прожиточный минимум, точка. Он минимум, он физиологический минимум. Но у нас его отменили, чтобы, так сказать, никаких обязательств совсем не было перед людьми, его привязали не к прожиточному, не к физиологическим возможностям, а к некой средней заработной плате. Вот. Но это сложно, потому что кому-то нужно добавить 3 тысячи, кому-то нужно добавить 5 тысяч, кто-то вообще в тени работает. То есть это требует где-то год на административную проработку этой темы, на довинчивание бюрократического механизма. Справедливая Россия, моя партия, где я член, предлагает справедливый базовый доход. То есть малоимущим семьям с 10 тысяч сразу десятку в месяц, 10 тысяч рублей в месяц на каждого члена семьи, а там будем считать уже кому сколько, когда сможем досчитать. Третий вариант. Самое простое. Ребята, верните пенсионный возраст на место. Люди стали жить намного меньше, чем они жили в 18-м году. Спасибо оптимизаторам медицины, спасибо госпожене Биулин, спасибо всем остальным. Люди стали жить намного меньше. И бла-бла-бла 18-го года о том, что так люди стали жить так долго и могут выходить на пенсию на 5 лет позже, это уже просто углумление и издевательство. Это даже не будет исправление ошибки, потому что можно сказать, мы ошибки не совершали, у нас упало время жизни, соответственно, мы возвращаемся к нормальному человеческому пенсионному возрасту. Это будет демонстрировать, что государство больше не хочет истреблять свой народ. А лучше по-честному сказать, что мы ошиблись и не валить там. Вы кого в правительстве, кого в нашем государстве вы можете назвать человека, который способен сказать по-честному? Я понимаю, что для политики это почти профнепригодность, но тут та самая ситуация, ну, Сталин же сказал, братья и сестры, да, значит, и многие... Это был Сталин. Как грузин он умел пользоваться русским языком. А теперь давайте вспомним, в каких терминах у нас говорят об этой, так сказать, операции. Цель операции деноцификация и демилитаризация. Там профессиональные журналисты на пятый день научились выговаривать эти слова. Когда в целях операции нет русских слов, когда люди так русские слова не могут подобрать для описания своих действий. Простите, пожалуйста. Это куда? Деятельное раскаяние поддержит сто процентов электората. И я думаю, что... Именно поэтому, именно поэтому оно абсолютно неприемлемо для действующей власти. Потому что люди будут благодарны. Шаг навстречу людям. Вот представьте себе, вы 35 лет кого-то грабите. 35 лет кого-то грабите. А потом вам предлагают ему помочь. Я этого терпил. 35 лет убираю. 35 лет я его граблю. И что, я ему что-то должен отдать? Вы что, с дуба рухнули? Ну, хорошо, я скайп с него снимать не буду, просто волосы побрею на лосы. Это, сказать, продам. Скайп пока не оставим, пусть новый нарастает. Ну, вот объективно, Михаил Геннадьевич, вот сложившейся ситуации. Ну, хорошо, раньше верхам не был нужен диалог с низами, какое-то взаимопонимание, какие-то лучи эмпатии сверху вниз. Но сейчас-то нужно, ну, так вот, даже политтехнологически. Александр Георгиевич много раз говорил, почему умный человек не прав, знаете? Он думает, что другие тоже умные. Потому что он умный и о других сует по себе. Но если бы у нас власть знала бы такие слова, как эмпатия, как вы думаете, где сетела бы Левира Сахимзадова на Набиуме? Ну, просто интересно. Ну, где? У меня с Владимиром Владимировичем по поводу Левира Сахимзадова никаких расхождений нет. Вообще никаких. Мы оба свято убеждены, что должны сидеть. Здесь мелкие расхождения. Где именно? Какого качества? По земельному вопросу это называется, да. Не буду расшифровывать, чтобы нас в программу не закрыли. Если можно, к вашему плану одну ремарку. Мне кажется, она существенная. Ремарка-вопрос. А скажите, пожалуйста, вот тот же самый Баглаев мне сказал, он, кстати, пожаловался, что, приходя на работу, в 7 утра, как обычно, приходит на работу директор крупного предприятия. Не позже, чем в 9, ему раздается звонок сверху с текстом срочно, значит, там, до обеда предоставить стратегию по выходу, значит, такого-то сектора экономики с кризисом. Владимир Николаевич деликатно намекал, что не были мы готовы к такому объему санкционного давления, они не ожидали и не предвидели, но это ладно, как бы, но я хочу сказать о другом. Он мне сказал, что импортозаместиться нельзя, вот при всем желании, ни через месяц, ни через два, и даже ни через полгода. А этот товарищ Баглаев неправильно понимает слово импортозамещение. Он-то думает, что импортозамещение это замещение импорта собственным производством, а вот и не угадал. Нам объяснили представители правительства. Надо придумать козью тропу, да, по доставке. Министр объяснил, что это устарелое представление, что импортозамещение это не только замещение импорта своим производством, Это еще и замещение импорта с запада китайским импортом. А также доставка западного импорта по козьим тропам через Казгарские горы. В Китае-то Набиулины нет. Ну, в Турции-то Силуаново нет. Там все есть, соответственно, остальное. Там есть производство. Все нормально. Простите. Да, понятно. Насколько я знаю, я с вами это тоже хотел обсудить. Но мы уж в Китае, по поводу Китая с вами проходились неоднократно. Китайские компании на май месяц не будут продлевать контракты на поставку нефти. А китайские банки избегают транзакции с участием российских компаний. И что они нам импорта заместят, стесняюсь спросить. Ну, а что им им потом замещать, когда, так сказать, транспортные... Они готовые машины предлагают. В отличие от тех же самых турков, которые готовы встраиваться в наши технологические цепочки. Ну, то есть, вот скажем так, когда Эрдоган тот еще друг. Ну, так вот даже чисто внешне. Значит, Китай я при всем, знаете, вот после бутылки водки не готов представить другом. Но, тем не менее, парадоксально, но факт, Турция нам сейчас больше друг и больше союзник, чем тот союзник, на которого все, и даже экспертные сообщества и политики всерьез рассчитывали. На Китай. Неужели было непонятно, что он не будет рисковать тем объемом экспорта в страны? Немножко не так. Немножко не так. Китай смотрит на российское государство. Если бы российское государство себя защищало, Китай бы рискнул. Но когда российское государство сливает свою страну в унитаз, извините за мой французский, и себя вместе со своей страной, а что ради этих рисковать? Ну, какой за бред? Я могу рассказать, что у нас будет происходить. Нормальное предприятие имеет товарные запасы на три месяца. Правильно? Это, знаете, нормальное предприятие – это какие-то сказочные персонажи. Да. Ну, хорошо. Два-три месяца товарные запасы были. И значит, что в мае все закончится. Товарные запасы в мае закончатся. В общем, все. Логистика стоит. Вот даже я вам могу сказать по собственному опыту. Логистика с Турции, куда вроде бы можно платить рублями. И она работает, она удлинилась по времени в два месяца. Ну, и, соответственно, там, значит, конвертация рубля не по курсу ЦБ. И когда вы удлиняете логистику, вы тем самым повышаете риски. Правильно? Снижая, оборачивая. Да много чего. Ну, то есть вот… А это еще относительно работающее направление. А если вам нужны поставки из ЕС? А если вам нужны поставки… Ну, Михаил Геннадьевич, ну… Наконец, очень милая вещь. Вот вам нужен какой-то реагент. Из Евросоюза его больше не поставляют. Этот реагент есть в Китае. Но вы завод. Вы не можете поехать в Китай, найти там фабрику этого реагента и привезти этот реагент сюда. У вас для этого нет людей, нет навыков, нет умений. Для этого существует государство. Но государство этого не делает или почти не делает. А дальше вам привозят этот реагент, если вы добиваетесь. И начинается чудесный эксперимент, как китайский реагент будет взаимодействовать с условной немецкой техникой. Срастется, не срастется, заведется, не заведется, заведется, сколько времени проработает и как. Ну вот, мы же проходили все… Это самый картридж, можно оригинальный вставлять картридж? Нет, Михаил Геннадьевич, даже сырье нельзя турецкое заменить китайским. Это я вам как тих-тихще говорю, и коллеги меня поддержат. Да. Я же вам рассказывал, и вы… Вас это, по-моему, тогда сильно повеселило и позабавило, как я пытался получить простейший вид сырья от китайского производителя. Ну, это просто вот время жизни, потраченное впустую. А что же говорить о высокотехнологичных изделиях? Вот Миниханов три недели назад говорил о том, что, ребята, у меня сейчас КАМАЗ встанет. На следующий день из каждого утюга там вредные идиоты. Вот есть категория полезные идиоты, есть категория вредные идиоты. На Миниханова обрушились. Что, мол, он ничего не понимает, что мы сейчас импортозаместимся, и что карданы заказывай в Китае. Но вот эти люди, они вообще ничего не соображают, что такое заказать деталь, машиностроительную деталь, где там есть теория допусков и посадок, значит, там всякие эти ГОСТы, технические требования, технические условия. Вот я так по самым скромным понятиям, вот если бы мне поручили в Китае заказать кардан для КАМАЗа, ну, я бы взял год для этого, год. И считал бы себя героем какого-то там феодального труда, да? Если бы мне это удалось. Ну, так вот, я продолжу. Итак, в мае месяце у нас критически значим, ну, на самом деле уже сейчас все это происходит, ну, в мае месяце станет ощутимым первая волна кризиса, это из-за отсутствия товарных запасов. Но чем хорош в мае? Впереди лето. Время социального оптимизма. Первая половина мая вообще не пьют другие пашуки на приусадебных участках. Или это такое же? И часть совмещает эти оба занятия. Поэтому социально-политического взрыва не происходит. Следующий пик у нас когда? Через шесть месяцев. Это у нас август-сентябрь. Когда начнет выходить из строя оборудование. Почему оно будет выходить из строя? Не те расходники, не те запчасти, не авторизованный ремонт. Какие-то производства расширятся, все равно, потому что дефицит-то лютый будет. Производства расширятся, рабочих нет. То есть даже на примитивном оборудовании будут работать люди, которые, так сказать, выпускники вузов, которых ничему нельзя научить, потому что они ЕГЭ проходили и, так сказать, оштамповку мозгов в вузов. То есть рост аварий на производстве ускоренного и выхода оборудования из строя. Но социально-политических последствий опять не наступит. Потому что впереди что? Впереди зима. А зима – это то, что у нас под кольки вшито, это мы боимся всегда. Да, моя любимая фраза – февральская революция, но октябрьский переворот. Почему? Потому что после октября зима, и все понимают, что нужно как-то пережить. Там потом будем разбираться. У нас же весной началась гражданская война, когда перезимовали, выдохнули, поняли, что остались живы, ну и стали разбираться, кто здесь главный. А до этого не речь. Сидели все ровно. Нравится большевизация в Советах? Не нравится. Впереди зима. Как это? Мы стали злыми и покорными, нам не уйти. Уже развел руками черными вигжель пути. А это как раз товарищ Блок писал про осень 1917 года, если я правильно помню. Дальше. А дальше весна. Премий, фестивалей, хэппинингов. И вот тут, если социально-экономическая политика не изменится, скажем, к осени, то весной Майдан произойдет даже без всякого внешнего вмешательства. А внешние вмешательства, разумеется, будут. Давайте скажем, что мы к нему не призываем, но ваш анализ будет. Мы его боимся, мы к нему не призываем. Это может стать концом не российской государственности, а русской цивилизации, русской культуры. Но это реальная перспектива на сегодняшний день в свете переназначения госпожи Набиулли. Не потому что она хорошая или плохая. Она является символом определенной политики. Еще раз, это морально-политическая катастрофа. Я могу вам сейчас объяснить, почему Набиуллина права, отдав 300 с лишним миллиардов долларов на уворовывание у России. Это несложно. Потому что никто не верил в заморозку международных резервов. И она готовилась к кризису не такому, какой был. Она готовилась к обычному вульгарному экономическому кризису. Когда нам нужны ликвидные еврики, нужны ликвидные доллары. Для того, чтобы вылить их на валютный рынок и успокоить, стабилизировать рубль. Как это было в 2014 году. Вот нам вот это нужно. А если нам нужны ликвидные доллары и евро, значит их нужно иметь в ликвидной форме в долларах и евро, а не в золоте. Потому что когда начнете продавать золото, вы не успеете. Вы же не можете ограничивать финансовые спекуляции. Вы же либерал, служащий финансовым спекулянтом. Все. Со своей точки зрения, с точки зрения финансового спекулянта, она абсолютно права. Если Владимир Владимирович принимает ее логику, то где ее орден, прости? Где ее орден? Другое дело, что логика не имеет никакого отношения к реальности, никакого отношения к существованию России. Но это как бы не к ним вопрос. Как это у Райкина? Я не про костюм. К пуговицам претензии есть? Нет? Спасибо. Вы очень доброжелательный клиент. Пуговицы пришиты? Не отобрать. А все остальное нас не интересует. Все. Вот вам эта логика. Пожалуйста. Наготовилась к кризису. Знаете, когда у нас говорят, что там за два дня население вытащило из банков почти триллион рублей. В 20 раз больше, чем обычно. Эти деньги были? Простите. А значит, они готовились. Они не к этому готовились. С ним взятки-гладки. В их логике. Ну что, Михаил Геннадьевич, мы немножечко перебрали со временем. Давайте подведем итог нашей сегодняшней программы. Значит, антикризисный план Михаила Делягина. Поймите, план – это осмысленная последовательность действий. Это одно действие, одно нажатие кнопки. Это мы делаем сегодня, и завтра у нас качественно лучше реальность. Завтра нужны будут следующие действия. О них могу говорить бесконечно долго. Абсолютно. Это три меры, которые нужно принять в течение одного часа. И на следующий день мы будем жить в стране оптимистичной и бурно развивающейся. В хорошем смысле этого слова. Ни первая, ни вторая, ни третья для правящего класса абсолютно неприемлема. Я бы все-таки, знаете, добавил бы к вашим трем пунктам какую-то внятную программу импортозамещения, но не а-ля там какой-то очередной национальный проект. Я не знаю, ну, нет с нами Маслякова, ну, что можно сказать, да. Но есть специалисты, которые что-то понимают в промышленности, безусловно. Вот. И, в общем-то, надо начинать двигаться завтра, потому что мы находимся в ситуации, когда каждый день просрочки, да. Ну, это как логика, как откладывание визита к стоматологу. Любая просрочка. Я не знаю, куда мы будем двигаться завтра. Я могу сказать, куда мы будем двигаться в четверг. В ад. Социально-экономически и морально-политически. Потому что в четверг Государственная Дума с высочайшей степенью вероятности переназначат госпожу Небиуллин. В ад, товарищи, в ад. Доктор сказал в ад. В ад. Значит, в ад. И, понимаете, я вполне допускаю, что я куплю билет до Баку просто для того, чтобы обеспечить свою безопасность в азербайджанской тюрьме. Друзья, знаете что? И все, что мы говорим, это вовсе не какой-то, знаете, такой аффект или преувеличение. Мы действительно в очень серьезной ситуации. И пора бы нам всем отдать себе в этом отчет. Шутки кончились. Вы знаете, я вам хочу сказать, Михаил Геннадьевич, если позволите дать такую эмоцию в конце, мне кажется, она очень точная и очень подходит к моменту, который мы с вами все переживаем, наша страна. Я не очень большой поклонник творчества Гришковца, но у него есть замечательный спектакль, называется «Дредноут». И там он говорит о том, что когда в бою гибнет военный корабль, погибают все, от Адмирала до Юнги, гибнет вся команда. Все люди разделяют участь своего корабля. Корабли времен Первой мировой войны очень редко сдавались в плен, тонули, не опуская флаг с мачты. И когда два новейших немецких рейсера, Шармхорст и Гнезинау, перехватили такую старенькую английскую эскадру, которая шла деблокировать Фалклендские острова, они их спокойно расстреливали из своих великолепных немецких орудий. Англичане одного из кораблей собрались на баке тонущего корабля и пели. Все, что они могли делать, это... Ну, то есть, а там были наверняка люди, которые были против мировой войны, которые, значит, там... И которые были за, но они все разделяли участь своего корабля. Мы с вами в одном корабле. Расскажите это тем, кто считает Пескова патриотом. Извините, кто считает Урганта патриотом. Расскажите это им. Расскажите это тем, кто сейчас вымаривает страну искусственно созданным денежным голодом. Так я и рассказываю, Михаил Диначев, они нас смотрят. Они вас не слышат. Они считают, что они сядут на личный джет, прилетят... И полетят куда, Михаил Диначев? И полетят куда? Ну, умный, сделав пластическую операцию, достанет левый паспорт и сейф, и полетят в Латинскую Америку или в Юго-Восточную Азию. Глупый полетит в свое шале на Лазурном берегу, пользуясь тем, что пока его не раскулачили временно. Ну, там пара олигархов в Лондоне переживает, что им приходится самим подметать свои особняки. И более того, им грозит высылка в Россию, в этот ад. Или чем они там нас считают? Очень искренне. Но в крайнем случае могут вернуться на Украину. В чем проблема? С Первой мировой войны прошло больше ста лет. Уровень разложения правящего класса немножко другой. По крайней мере, российского правящего класса. Знаете, ведь эти люди сейчас реально... Реально, пару лет назад они реально рассматривали Россию Николая II как социальный идеал, как труднодостижимую мечту. Они рассматривали сгнившую властную тусовку, которая довела свою страну до революции. Это у них был труднодостижимый идеал, к которому они стремились. Всеми фибрами своих душ. Чтобы не сказать душонку. Понимают они это или нет, но мы на одном корабле. И, так сказать, при всем при том, что у меня особое отношение к специальной военной операции, свое мнение по этому поводу. Но я остаюсь со своим народом и на своем корабле. Поэтому и я буду бороться, и вас я призываю. Я не поверю, что вы сложите руки и будете наблюдать за грядущей экономической катастрофой. Вы будете сражаться. Мы с вами знакомы не первый год, и других сценариев поведения я для вас не вижу. И к этому уже, наверное, давайте призовем зрителей. Стать гражданами, и наконец-то принять деятельное участие в том, что происходит в стране. И не забудьте, дорогие друзья, вступите в общество охотников и рыболов. А то случись что, а вы без спиннинга. Друзья, давайте держаться вместе, чтобы пережить эти сложные времена. Михаил Геннадьевич, я благодарю вас за то, что, несмотря на высочайшую занятость, вы уделили время мне, аудитории канала. Спасибо вам. Буду просить вас и впредь. Очень важно ориентироваться в этой ситуации. Сегодняшние беседы, мне кажется, многих людей заставят задуматься. Спасибо, друзья. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok